Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач о музеях Одинцовского округа. И сегодня мы узнаем о вотчине Бориса Годунова, как его судьба, как его жизнь самым непосредственным образом связана с этими местами, Больших Веземых. А расскажет нам об этом Владимир Анатольевич Сизов. Здравствуйте! Здравствуйте! Что вы нам можете рассказать об этой легендарной личности? Ну, вообще, на самом деле, это такой, как бы, боярин, а потом наш такой выдающийся политический деятель, царь. И Веземых, он имел свою вотчину. Вот прямо здесь, прямо там, где мы сейчас с вами стоим. И располагался дворец русского царя Бориса Годунова. Вот на месте здания, современного здания Конного двора, некогда как раз и стоял тот самый дворец. Притом, самое интересное, что при археологических раскопах, которые тут были проведены, был найден фундамент этого дворца. И он практически полностью повторял очертания фундамента здания Конного двора. То есть, уже это здание ставили прямо на фундамент дворца Бориса Годунова. Видимо, даже не подозревая, что это было за строение. Годунов получил эти земли от Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, в дар за хорошую верную службу. И Годунов здесь развернул такое масштабное строительство. На его дворец, по документам, было срублено две рощи. И дворец был очень таким гардиозным, красивым. Осталось множество упоминаний об этом дворце, в том числе и в дневниках иностранцев, которые посещали эти земли. Они его описывали, восхищались вообще устройством. И Годунов, он сюда приезжал неоднократно. И здесь устраивались пиры. То есть, такая была резиденция его для отдыха, для увеселения. Красивые места, природа, река. И поэтому все располагает к отдыху. Да, да, да. Все было очень живописно и красиво. Ну, в том числе, как и сейчас. И вот Борис Годунов, он был человеком набожным. Ну, вообще немыслимой ни одна боярская вотчина, да, без царской вотчины, без храма. И здесь он распорядился построить каменный храм на высоком подклете о пяти верхах. И вот был освящен он, да, в честь Троицы Живоначальной. Скорее всего, строителем этого храма был легендарный мастер Федор Конь. Очень известный автор Смоленской крепости знаменитой. И вообще таких храмов до наших дней дошло вот именно в таком стиле около пяти. Ну, самый знаменитый – это храм в Хорошове, ну, ныне район Москвы, Троицкий храм. Храм в Серпуховском монастыре и храм в Боровском монастыре. Они очень похожи по стиле по-своему. И, по сути, вот этот храм, который стоит здесь, он достоин столицы. И очень такое грандиозное такое строение. Самая большая загадка – это то, почему вообще при этом храме не было построено колокольня. Что такое колокольня? Это высокая башня, на которой висит колокол, на которую нужно подняться. Здесь же была построена совершенно другая постройка, которая называется Звонница. Вот мы можем с вами ее видеть. Это постройка стеновидного типа, совершенно не характерная для этого региона. Она больше характерна для Пскова, для Новгорода. Какие-то предположения есть? Почему? Вот, возможно, мастера были оттуда. Может быть, Годунов как-то питал такую любовь именно к стилю Западной Руси. И вот здесь была построена такая Звонница. И вообще таких Звонниц было несколько. Опять же, в селе Хорошово такая была Звонница, в Борисовом городке и на Красной площади, в Москве. До наших дней дошла только одна. Наша Веземская Звонница. Уникальная. Уникальная, да. Более того, эту Звонницу спасли чудом. Потому что она, как Пизанская башня, к середине XX века сильно наклонилась. Имела большой градус и грозила обрушением. И тогда вызвали такого известного инженера из Москвы, Генделя. Он, в частности, знаменит был тем, что раздвигал Тверскую улицу, ставил дома на рельсы и перевозил за одну ночь. И вот как раз эту Веземскую Звонницу ее спасли благодаря его стараниям. То есть привезли такие большие бобины, танковые моторы. Вбили, значит, такой вот тросы металлические на этих вот бобинах с моторами. Смогли ее вытянуть и выровнять. И благодаря их стараниям эта Звонница сохранилась до наших дней. Но, тем не менее, градус наклона все равно остался. Небольшой, но он есть. Его даже не вооруженным глазом можно видеть. Но это не грозит разрушению дальнейшему? Надеемся, что нет. Интересно, что вообще здесь, в дворце Бориса Гудунова, после его свержения, эти места обублибовал Лжедмитрий I. И приезжал неоднократно отдыхать в дворец Бориса Гудунова, в том числе здесь, на Масленицу, 1605 года. Он устроил большую потешную баталию, в которой принимали участие свет русского боярства и иностранные телохранители Лжедмитрия. То есть, здесь вотчина Бориса Гудунова была обнесена ледяной и снежной такими стенами. И иностранцы должны были штурмовать эти стены, а русские бояре должны защищать. Вот такие вот он устраивал тут развлечения. Здесь побывала Марина Мнишек. А когда она ехала на свадьбу к Лжедмитрию I, она, по-моему, 4 дня жила здесь. И Лжедмитрий задаривал ее подарками. И прислал ей из Москвы, и прислал сюда табун лошадей. Прислал сюда ей богатую ткань. То есть, эти места здесь она как будто отдыхала и ждала новостей. О том, во время, в тот момент, когда ее отец вел переговоры с Лжедмитрием I о порядке свадьбы. Как это все будет проходить, как будет венчание происходить. Вот. И отсюда она уже и уехала в Москву. Вообще тесно эти места связаны со смутой, потому что через эти места прошли волны интервентов. Потому что дорога на запад, и все через эти места. Да, да. И на втором ярусе храма, прямо на фресках, остались надписи польских интервентов. В основном на польских, на латинском языке. Около 200 надписей. С годами, с именами здесь выявлено. Вот. Вот такие вот интересные места. Может быть, в храме сохранились какие-то иконы чудодейственные или, может быть, что-то необычное внутри? Конечно. Вот вообще, к сожалению, иконы не сохранились с того времени. Смута не пощадила. А фресковая, вообще, роспись храма, ее делали лучшие мастера оружейной палаты того времени. И фрески, которые находятся на втором ярусе, они хоть и поновлялись, но поновление они не затрагивали сюжетную композицию храма. То есть, вот так, по сути, тот сюжет, который здесь и был в конце 16 века, так он и остался в наших дней. Более того, есть очень интересные изображения фресковые. Такие, как, например, соименные. Очень изображены святые соименные семье Бориса Годунова. Там, Ксения, Федор, Мария, Борис, святые, все они изображены. Что очень отдает такую вот отсылку, что, скорее всего, участие самого заказчика в росписи этого храма. Более того, Борис, князь Борис, да, святой князь Борис, он изображен отдельно, без Глеба. Обычно всегда изображается Борис и Глеб вместе. А здесь он изображен отдельно. И, по мнению многих искусствоведов, это есть такая версия, что вообще его даже могли и списывать, внешность списать с Бориса Годунова. И, возможно, даже мы можем на этой фреске видеть самого Бориса Годунова, стоящего вот как в полный рост. Такая вот интересная необычность. И последнее, скажите, храм, он всегда был действующий или он прерывал свою деятельность? Храм, да, конечно, безусловно, были непростые. Времена в истории нашего Отечества. В 30-е годы храм был закрыт. И стоял он вот таким вот закрытым. Ну, располагалось разной организацией там в этом храме. Но, по большей части, он стоял как бы, ну, закрытым. И вплоть до конца 80-х годов. И только в 89-м году его вновь переосветили, и служба возобновилась. Вот. Интересно, что когда храм стоял заброшенный, пионеры из окрестных мест, они туда лазили. Ну, и, к сожалению, часто писали не очень такие цензурные выражения. Ну, по типу тех, которые пишут у нас в наших лифтах, заборах. И вот парадоксальная такая вещь, что польские интервенты, они писали в основном свои имена с годами. Ну, например, тут молился такой-то человек, тут был такой-то человек. А уже советские, вот, какие-то пионеры писали не совсем цензурные слова. Вот такая вот, к сожалению, у нас параллельная. Но их мы и замазали, да. Все вот эти нецензурные надписи, нехорошие, их уже при реставрации храма их убрали. Владимир, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ, интересные факты. Вам большое спасибо за интерес к нашей усадьбе. Приезжайте к нам на экскурсии, будем вас рады видеть. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Увидимся в следующих передачах на нашем канале.